Привет, друг! С тобой Иван. Мы продолжаем играть в сервере, как я, мать его, давно не говорил. Смотр МТА, всё как всегда. Конечно, я бы хотел сказать на сервере номер 3, либо на сервере номер 1, но, к сожалению, как вы прекрасно помните, это, увы, сейчас уже невозможно. Продолжаем мы играть на единственном сервере Смотр МТА. Кто там стучит? Алло. Смотр МТА, единственный сервер. Мы сегодня, спустя 1 год и 2 месяца, ровно 24 марта прошлого года, открылся этот сервер опять, потому что в прошлом году, если вы помните по моему ролику, сгорели ОВХ сервера. И на этих серверах стояла сборка Смотр МТА. Конечно, там ещё очень много спорных моментов. Кто-то говорил, что сгорело, кто-то говорил, что админы забили. Ну, короче, это спорные моменты, мы это упустим. И сегодня мы посмотрим, что же изменилось после года, считай, открытия. Да, тем более я в прошлом году заходил, у меня было 3 ролика. Сейчас на экране вылетели они. Когда только сервер открылся, там был фулл сервер. И сейчас мы вместе с вами посмотрим, что же изменилось спустя 1 год и 2 месяца. Поэтому желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита. И мы начинаем. Ой, да, ребята, просто хожу по этим местам, знакомым до боли. Ошаны, где мы здесь вместе с вами делали сходочку. Я думаю, вот сейчас скриншотик может вылететь очень давно. Кстати, я почти сдох. Блядь, а как пристегнуться? Стоп. А как пристегнуться? Это шестёрочка. О, от души. Danger 50 тысяч. Да, кстати, всем подписчикам моим привет. Danger, Раритет и Каспер. Они, короче, не поверили. Я только зашёл на сервер. Мне сразу написали, типа, а тут никак. Понимаю. Главное, худ сделали, как в GTA 5. Да, я помню. Они, короче, сразу начали делать проверку. Это я или не фейк. Это... Ну, короче, сейчас можете посмотреть вставочку. Было достаточно угарно. Я не знаю, войдёт это в ролик или нет. Но я только-только зашёл на сервер. Буквально только. И мне уже написал чел. Привет, Эван. Да. Ещё помнят, молодые. Помнят, легенду. Я, конечно, ничего не хочу сказать. Но вот какой-то Каспер приехал. Тоже такой. Привет, Эван. Да чё, все меня знают? Оказывается, я не такой уж иную name. Кстати, пацаны водичники. 8 тысяч, 9 тысяч. А ты настоящий? Ага. Все не верят, что я зашёл на Сватру МТА. Просто не привыкли, что я играю на Радмире. GTA 5 смотри. И CCD. Раритеты ещё. Привет. Чем докажешь? Чем хочешь. Ебать, меня здесь только сейчас нашёл. Да. Зашёл, посмотрел. Короче, Каспер у меня здесь. Проверка, насколько ты Эван. Вопрос какой. Знаешь ли ты Эван, не ты Эван. Потом Дайджер начал мне писать в ВК. Короче, все думают, что это не Эван, а какой-то дебил зашёл под моим ником. Но нет, это дебил, это я. Так, ты должен помнить. Пацаны, я не помню. Я не помню. Я создал этот аккаунт, а я не знаю, почему я создал. А, в Ютубе, что подписаться. А когда первый ролик? Я точно знаю, что у меня первый ролик вышел в начале июля. Про Скайлайн. Бля, этот баг ещё с круизом по воде. Короче, какой план на сегодня? Давайте сначала поговорим, что же изменилось за год. Я был подписан, конечно же, на паблик, смотрим ТАО в ВК. И что же я хочу вам сказать. Что за год существования этого сервера было всего лишь два, ну ладно, три полезных смс. И первое, это всё-таки было небольшое обновление. Но я бы не сказал, что это обновление. Всё, что они сделали, это Диабло заменили на Сиан, Ламборгини. Альфа, Ромео, Джулию поменяли на Тайкан. 212-ю поменяли на 223-й. Вот, а Шелби, Кобру, заменили на Мини Купер. И E30 заменили на М4-ю новую. И всё, и добавили заправку для Тайкана. И это, чтобы вы понимали, было 12 октября. И по сей моменту больше ничего. Всё, что после этого было, это слёты домов, бизнесов, номеров и что? А, и донат у них как-то поломался. Вот, и не смотрели. 100 тысяч, может поехать крутануть рулетку. Может хотя бы сегодня мне выпадут эти клятые 15 миллионов. Короче, давайте к делу. Сегодня вместе с вами посмотрим, что по безам. Заняты ли все, заняты ли все дома. Как вы помните, здесь безы стали по бешеной госке. Дома по бешеной госке, как-то снимал новую экономику на Смотре. Поедем, посмотрим на ЭКХ. Поедем, посмотрим, какие номера заняты. Поедем, посмотрим. Ну, по автосалонам, я думаю, нет смысла. Но так чисто поехать, посмотреть, как мы раньше покупали. Ведь это, можно сказать, мой самый первый сервер, на котором я начал снимать. На котором я начал вести свой канал. На котором я добил свою первую тысячу. Да, это было очень весело. Очень много видосов. Было мне прям кайф вспоминать эти времена. Жалко, конечно, что слетели сервера. Я думаю, мы бы все еще играли. Ну что, поедем, посмотрим автосалоны. Поедем, посмотрим БУ, ЭКХ, дома, бизнесы. Да, и в принципе, я думаю, на этом и закончим этот видос. Поэтому, я думаю, он будет достаточно интересный. Знаешь что, давайте поедем, посмотрим. Ну, здесь вообще все дома заняты. А, подожди, о, блядь, F11 карта. Я в шоке просто. От этой карты. Подожди, а здесь же нельзя, как на CCD, да? Да, здесь же нельзя посмотреть, какие дома заняты, какие свободные. Ну, нельзя же. Инвентарь, блядь, сколько здесь всего. А кинодрифт, да, новая трасса. Это что здесь? Рублевка, это, да. Дрифт трасса, оффроуд, да, блин. Как же просто, просто с детства. Я не могу просто ничего сказать. Ну, конечно же, все бизнесы проданы. Хоть здесь никто не играет, но бизнесы все проданы. А, кстати, давайте посмотрим, сколько онлайна. Сейчас 53 онлайна на сервере. При том, всем, что сейчас будный день. Сейчас вторник, 24 число. И 5 часов вечера. Достаточно такое играбельное время. А какой вообще, какой вообще онлайн? Сейчас мне пацаки, думаю, расскажут, что по онлайну. Кстати, давайте посмотрим по табу. Ой-ой-ой-ой-ой. А что мне так зафризило? Блядь, кто что заспамнил? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блядь, 50-70 онлайна. Ну, такое. Прям как нубы РП. Блядь, это БУ? Это там что-то кто-то заспамнил, у меня не прогрузилось. Это капец. Давайте посмотрим по табу. Топ дрифтера. Никто не выполняет эту херню. Никто не собирает коробки в 30 минут. Кстати, есть админы. 480 часов. Давайте посмотрим, сколько здесь вообще пацаны играли по времени. Больше всего. Эта херня не работает, так понимаю, да? Ник игрока. Такое. А по наличным? Что по наличным? У кого-то есть... Я где-то видел, у кого-то было 90 миллионов. 118 миллионов. 145 миллионов. Ну, короче, мажорики здесь есть. А по уровням? 30-ый, 25-ый. Но здесь уровни, блядь, нужно покупать. Ладно, давайте тогда поедем сначала посмотрим на БУ. Как я давно этого не делал. Все эти кастомы, это салоны. Блядь, это капец. Здесь кто-то что-то заспамил, прогружается. Да-да-да-да-да-да-да. Этот самый колхозный на Хуракан тюнинг. Эти номера. Ебать, украинцы, чувак. Семерка, ой, вернее, пятерка. Этот марк, эти диски, эти расширения. О, да. Е-46, блядь. Как это-то более знакомое. Ладно, давайте мы зайдем на, как бы, БУ. Первый этаж, блядь. Как это все прикольно. Спустя год. Конечно, сервер никак не развивается. Он только умирает, но, блядь, просто вернулся в детство. Да. Тайканчик, кстати, 22 ляма стоит. Нихуй, я себе. Фейк такси, да? Угу. Перломоутр этот поломанный. Всякие тачечки. Ну, в принципе, БУ как не БУ, как всегда. В принципе, здесь ничего не изменилось. Эти звуки. Для этого матовый конченый цвет. Или какой он? Вроде не матовый, он вроде хромовый, не помню. Мини Купер такой, кстати, маленький. 3,9 миллиона. Ну да, они делают похожие тачки. Что в GTA 5 здесь делают? Типа, у кого не тянет GTA 5, пацаны? Играйте, смотрим, да. О, этот Ксиан, кстати, новый. А, МР 970, 97, 170 миллионов. Нихера себе. Как мы раньше ходили, на БУ стояли. Новые тачки ловили. Номера ловили. Ох, ебай. А здесь даже такое есть? Джип Врэнглер 3,4. Ну, прикольно, прикольно. Кстати, на каждом этаже мы что-то заходим. И что-то на каждом этаже новенькое стоит. О, М4 новая, кстати, вон стоит. Зеленый такой. Я не знаю, это типа перламутра мат. Я хер его, знаете, не помню. 8,7 миллионов. Ну, такая, блин, сочная. Бля, звук как будто какой-то Зил завелся, я отвечаю. Я так о всех тачках говорил о том, что я езжу на 223-м и что-то даже не упомянул. Ну, да, кстати, номера ЕЕ001-95. Дайте ему похавать, понимаю. Короче, дальше наше увлекательное путешествие. Блин, здесь была когда-то такая офигенная парковка. Сколько времени мы здесь стримили, здесь елочка была, да. Легендарная тюнячка. Сколько здесь тачек было заколхожено. Ладно, не только заколхожено. Кстати, мне вот раритет, вроде дэнджер, накинули мне по бабкам. Накинули мне буквально 100 тысяч. Я как тот самый, я хочу... Ящик с деньгами, блядь, точно, я же забыл за него. Это ж 30 минут, блядь. Всё, едем. Это же легендарный видос, там, где я снимал ящик с деньгами, где снимать бабки. Вот здесь прям спидометр приятный, чем GTA V. GTA V он какой-то, блядь, очень много ФП сжрёт, а здесь он прям минимум, блядь. А ещё эти камеры, они такие, как у других сервера. Что я уже 14 тысяч штрафа слоил. Я надеюсь, я успею на коробку. Блядь, там уже чилы есть. Но он вряд ли допрыгнул. Да, пацаны ещё моим способом прыгают, блядь. Ору. А у меня-то руки-то помнят. Ха-ха-ха, блядь! Сука, я б сейчас долетел. Руки-то помнят, блядь, как эту херню делать. Вот сейчас бы Ф3 мне, и я бы, блядь, запрыгнул и забрал бы эту грёбаную коробку. Вот так, берём разгончик. И берём... Вот так. Блядь! А он медленнее, чем Гедлик. Где эта коробка внизу здесь? Сучка, ага. Кори Фан, 100 тысяч мы их отжал. Вот зараза. Ладно, короче, мы здесь покатались. Подожди, а в САВ же казино не было, да? Это же не ССД, да. А здесь БУ, салон БМВ. Кстати, давайте заедем, посмотрим, что здесь. Все так же эти... Да, все так же эта херня висит. Ладно, короче, мы отправляемся тогда куда? Популярное место, на смотри, это же, конечно... Бля, АСГУ я не видел, кстати, давно. АСГУ, наверное, никто не пользуется. Ладно, мы поехали тогда... Куда? Ну, едем на ИКХ. Ну, посмотрим на ИКХ, кто там чем занимается. Ну, поехали. Ну, всё. Мироша Ю... А, ладно, пацаны, давайте заедем на ИКХ. Самое легендарное, самое узнаваемое место. Залетаем. И здесь никого нет. Просто никого. Хотя, когда я зашёл... О, это Дарк... Подожди. Это же Дарк Шоу о том, о ком я думаю? Да ну нах. Если кто-то не понял, кто такой Дарк, это Дарк Шоу, с которым мы играли ещё... На первом сервере. Это было ещё в восемнадцатом году, когда я взял у него раз квартиру. Меня забанили. Я хотел ему отдать квартиру. Потом думаю, бля, я ещё пару тачи куплю и отдам. И меня опять забанили, блядь, навсегда. Я ему ещё квартиру должен с восемнадцатого года. Сори, бро. Короче, мы приехали на ИКХ. Кто помнит, самое понтовое место на ИКХ... О, у меня даже такой челленджер тоже был с таким вот винилом красивым, типа кровью. Бля, сивики. Хуеть. Кто помнит, самое понтовое место это возле будки. Да. Да. Самое понтовое место это возле будки. Чё здесь, челленджеры, чарджеры, вернее, М4, винилы. Это легендарное место с номерами. Ну, конечно же, номера я не посмотрю. Скорее всего, все выкупили ещё при выходе сервера. Хотя я смотрел, там особо ничего не продаёт. А, в объявлениях тупо вообще нихера нет. Ну, короче, здесь играют только Олды, можно сказать. Ладно, на ИКХ нету ничего интересного. К сожалению. Хотя зашёл, блядь, было много человек. Пятёрочка. Мистер Франк. Эта вставочка, наверное, будет после. Ну, смотрите, я буквально отъехал с БУ, и здесь много людей появилось. Но вы не смотрите, не думайте, что сейчас эти тачки, которые вы видите, только диски прогрузятся. Нет, даже перезаход не поможет. Нужно полностью выключать МТА и полностью перезаходить. Ну, смотра такая, смотра раньше все тачки в белые красились, надо было перезаходить. А сейчас просто диски. Давайте поедем, посмотрим, может, на карте кого-то найдём. Блядь, тоже вообще никого нет. Карта пустая, никто за зоны не борется, как раньше. А поехали мы на этот. На... Крутанём рулетку и поедем в крайний раз на Рублёвку. Да, в принципе, закончим видос. Поностальгировали. До... Ебать, там на пятёрке кто-то перевернулся. Дальнобойщики вот эти с фурами, да. Только раньше были не такие фуры, а обычные, которые на себе возили. Легендарное место, когда я купил Е46, у меня оставалось всего лишь 300 тысяч. Е46 из Most Wanted было у меня. У меня оставалось 300 тысяч, и на последние 100 тысяч я выбил отсюда 500 тысяч. А, только мне не хватает, как бы, 500 баксов, 500 рублей. Я выбил отсюда 5 миллионов, да. Легендарная херня. 10 тысяч, спасибо. И это, пацаны, как кейсы в CSGO открывать, я вам отвечаю, даже ещё лучше. Пожалуйста. Ясно, блядь. Вот так ты меня, называется, встречаешь, да. 20 тысяч, на, блядь. И уходи. Понимаю. Блядь, могло бы дать хотя бы 70. Ну, не так уж расстраивать. Не, блядь, 50. На, нахуй, и всё. Вот так я сейчас езжу, да. Хоть давно... Подожди, как худ скрыть? Я не помню, F1 здесь. Куча всякого, вот эта херня. Передать, стиль походки, F3. Сигнализация, обнулищи, блокировка, СГУ, F5, капот, F6, F7. Блядь. F11. Если вы так подумаете, какое популярное место? Ну да, мы поедем ещё на Рублёвку. Давайте поедем на Дрифт-трассу. И вот эта Дрифт-трасса, легендарная, тоже внизу. На которой мы делали челленджи на деньги. Да. А, похуй, я сейчас штрафов наловлю. Посрать, всё равно заходить не буду. Ладно, может в следующем году ещё раз за этот видос такой же заснимлю. Что со сматрой? МТА спустя два года. Если она ещё не закроется. Хотя мы все уже думали, что она закроется как бы перед Новым годом. Скажет игрокам спасибо, что играли. Ари Ведарчи и всё. Но нет, она пока что ещё жива. Можно сказать, она при смерти так чисто в конвульсиях. Еле доживает. Она живёт на Олдах. Вот эти дофига реалистичные мосты. Кусты в асфальте. Дрифт-трак, когда... О, бочечка, нужно сбить дрифт. Этот трек, на котором мы на картингах на бабки гоняли. Бля... Кстати, у реалитета здесь есть такой интересный автомобиль. Ебать, тут ещё какая-то тачка стоит. Стоп. Блядь, она мне не прогрузилась. А это что? Блядь, смотра-смотра. Это что за херня? Большая пиздец. Приора? Понимаю. Не, я хочу на NSX покататься. Ебать, она, конечно, колхозная здесь. Спильтора, не спильтора, всякая херня. Ладно, ох, ема, она валит. Так сказать, давайте заправим её. Ебать, надо заправить. И поедем сейчас на рублёвку. Да, в принципе, зафиналимся. Можно здесь слить топливо, заработать денег. Да, это же смотра. Давайте 101-й. Ой, ебать, нет, у меня столько денег нет. 22 тысячи, блядь, у меня только 20. Ладно, 2-98-ми мы изоляем. Нормально. Это же легендарная тонировка, которая не просвещается, пока не включишь свет. Да. А здесь же где-то рублёвка была. Они её убрали? Серьёзно? А нахера? Стоп, серьёзно? А как долго я спал? Мы же здесь ещё... Мы здесь ещё в школе Нан снимали с такими охрененными перебивками. Алё. А где рублёвка? Именно легендарный Южный, который перенесён из КРМП в МТА, они убрали. Рублёвку, чё? Рублёвку они эту убрали. Столько всего было охрененного, они поубирали. Прямо обидно. А по тысячам же драк был тоже. Смотрю, что-то три раза же драк рейсинг разный делала. Сначала вот здесь, сверху, потом вот здесь. И то, и то. Убрали. Ну ладно, поехали. Хотя бы посмотрим на дрифт-трассу на Санта-Мария. Её, надеюсь, хотя бы не убрали. Бля, ещё фары такие кончены. Они, бля, статические. Они даже не сделали, чтобы они выдвигались. Ну, ёшкинку. Ну и да, хотя бы эта трасса осталась. Чиповку, чиповку здесь нельзя менять. Ну, в принципе, мы её посмотрели, разложились. Учитывая нынешние цены на бензин, блядь, только на велосипеде ездить. А ЕКХ, они же здесь тоже ЕКХ ЛС убрали, да? Если я не ошибаюсь, то они тоже его убрали. Поехали, посмотрим. Да. И легендарного ЕКХ на ЛС тоже нет. Короче, смотра уже не смотра. Короче, пацаны, у меня, в принципе, на этом всё. Приехали мы, заканчивая этот видос в легендарное место, где мы проводили кучу стримов, кучу розыгрышей. Это Бургер Кинг, который находится под мостом ЛСЛВА, также возле БУ рынка. Дадим память этому месту и, как бы, закончим этот видос именно здесь. Я надеюсь, тебе понравился этот видос. Я надеюсь, ты тот самый мой подписчик, ещё с далёких, далёких 2017, 2018, 2019 годов играл или играешь вместе со мной на этом сервере. Играл, вернее, скорее всего, да. Я надеюсь, ты получил какую-то нотку ностальгии. Тебе понравился этот видос. Можешь вытирать свою мужскую скупую слезу или как там говорится. Я надеюсь, тебе этот ролик понравился. С тобой был Эван. Напиши любой комментарий, что ты думаешь о смотри сейчас, что думаю я сейчас о смотри. Но это просто, к сожалению, легендарный проект, который доживает свои последние дни, на котором уже не осталось онлайна, не осталось игроков. Разработчики, конечно же, ушли в GTA V специально. Они выпускают обнуление, потому что они знают, что смысла от МТА уже нет. Оно уже умирает. Перспектива только GTA V. Тем более GTA V у них сейчас выходит плюс-минус нормально. Поэтому у них все силы сосредоточены на GTA V. МТА немножечко умирает. Подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые ролики. Поэтому и по другим серверам. Нажимай на колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первыми, никогда их не пропускать. Ну с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока.